Привет, дорогие мои! У нас вторая часть. Бороздим великий западный путь. Итак, Наталья, твой ход. Ты остановилась на этом участке. Я хочу к себе забежать на свое строение. Ну, ты можешь и на три, и на два по стрелочкам ты правильно поступай. Потому что у меня такие карты, не дай Бог. Походила. Второй этап. Б. Что тут нарисовано? Ты можешь сбросить две карты, но, Наталья, одинаковые карты. Одинаковые. У меня он серый. Доказывает, что не одинакового цвета. Опять серые две. Что-то мне не идет карта. И зачем ты их сбросила? Чтобы получить три монетки. Бери. Беру. Три монетки. Ты можешь выполнить второе действие. Очень интересно. Кстати, это твое здание. Ты можешь его посещать. А вот я, если посещу это здание, я не смогу выполнять вот эти вот действия. Я смогу выполнить одно из дополнительных действий, только которые на моем планшете. Это такой нюансик. Если вдруг так получится, что я остановлюсь на твоем здании. Я, конечно, буду избегать этого. Ты сможешь передвинуть своего человечка только на одну следующую локацию. Да. Единичка нарисована. А вот тут у тебя выбора нет. Только сюда. Попробую сюда. И, что интересно, опять выполнить этап Б. То, что нарисовано здесь на пиктограммах. Видишь, какое классное свойство. Кошмар. А вот раз через дробь идет, да, то ты можешь уже выбирать или или. Или ты повышаешь свой сертификат на единичку. Сертификаты нам нужны, чтобы сдавать коров. Наверное. Или ты получаешь квест дополнительный. Квест я бы тоже получила, но пока... А потом ты сможешь паровозик свой передвинуть. Он у меня похожий. Он больше победных очков дает. Я все равно как бы... Значит, не спеши с квестами. Пока не буду спеши. Много квестов набирать это тоже плохо. Да, я лучше... Во-первых, они будут крутиться в твоей колоде и мешать тебе получать коров на руку. Ну, не спеши. Сертификат лучше повышу. Повысил сертификат. Да. Второе действие. Ты сможешь передвинуть свой паровозик на столько ячеек вперед. Сколько у тебя инженеров? Ну, вот у меня уже как бы два инженера. Ух ты красненький паровозик. Да. А вот тут нюансы. В этой игре, ну, во-первых, паровозики ни в коем случае не смогут встретиться на одной ячейке вдвоем. Стоять нельзя. Во-вторых, каждая ячейка, занятая другим паровозиком, как бы отсутствует. Представь, что ее не существует. Как хорошо. А ты должна передвинуться, у тебя два инженера, на два. Значит, эту ячейку не считаем, а считаем только следующее. Раз, два. И ты останавливаешься на троечке. Отлично. Ну, какая ты хитрая. Вот, в принципе, мы будем бороться и перепрыгивать друг через дружку. Ну, так это неплохо. И для тебя неплохо, и для меня ничего хорошего. Будешь тоже перепрыгивать. А вот теперь ты этап последний. Этап С. Исполняешь, когда ты пополняешь свою руку до... Ну, пока до четырех карт. Кстати, Наталья, вот вверху нашего планшета, в принципе, и расписаны все наши три этапа. Этап А, когда мы передвигаемся. Этап Б, что мы делаем в этапе Б. И этап С, когда мы пополняем руку. Ну, я уже говорил, что апгрейдить пополнение своей руки можно, снимая вот эти вот таблеточки. Да. И ход переходит ко мне. А я уже начинаю сначала. Я уже одну партию коров завез в Калорадо Спрингс. А, теперь уже ты не разгонишься. Так, смотрю свой капитал. Тут за всем нужно следить. У меня три, четыре, пять, шесть, семь монет. Семь монет. И я планировал пойти в строители, как я тебе говорил, по секрету, конечно. Пойду в это здание. Останавливаюсь здесь. Так, ой, ой, как плохо. У меня нет белых коров. Я не смогу получить две монеты. Ну и что, зато купишь. А вот не знаю, как лучше поступить. Не знаю, иди тогда в строительство зданий. Нет, пропущу тогда это здание. Стратегия меняется. Я могу на три походить локации. Раз, и пойду по верхней. Что мне идти через болото, правильно? Клотить там за лапки зайти. Раз, два. И остановлюсь на этом здании. Сбрасывая зеленую карту. А зеленая карта у меня есть. Свой сброс. Я получу две монеты. Это первое действие. Второе. Я смогу построить здание. Это уже строило у нас здание. Так. Ну, конечно, пока с одним строителем я могу выбрать. А выбор тут не велик. У меня только раз, два, три здания. Которые требуют только одного строителя. Остальные два. Фух. Есть еще здание, которое требует девяти строителей. Ты представляешь? Кажется, как? Всего максимально может быть раз, два, три, четыре, пять, шесть строителей. А как за девять? Тут можно апгрейдить уже построенные здания. Наверх. Класть. И тогда количество строителей будет отниматься. Если у меня уже построено здание, допустим, со строителем пять, а тут девять. Девять минус пять строителей. Только четыре строителя потребуется, чтобы построить вот это самое крутое здание. Десять А. Это тоже такой интересный нюанс. Так. Пойти в стратегию вот эту. А почему бы и нет? Чтобы показать просто зрителям. Вот я захотел построить вот это здание. Мое. Желтенькое. Она требует одного строителя. У меня один строитель есть. За каждого строителя я должен заплатить две монеты. Плачу. Запросто. Это я могу себе позволить. Теперь ищу место, куда его пристроить. Ну, перед тем, как я начал искать место, расскажу про эту функцию. Когда я буду приходить в свое здание, я буду получать две монеты за каждое здание, которое построено в лесу. Представляешь, Наталья, в этой игре еще ландшафт играет роль. А лес у нас вот. Вот лес. Вот если я построю здесь, я буду в лесу. Если я построю здесь, я захватываю лес. Если я построю здесь, я буду в лесу. Здесь я буду в лесу. Здесь. Здесь я буду в лесу. Здесь я не буду в лесу. Здесь уже не лес. Слушай, а вот еще есть вкусные такие моменты, где есть еще дополнительные действия. Но ты сюда не попадешь из-за этого. Ну, я там буду тратить свои все деньги, туда попаду. Да. Не, ну туда попадешь, но деньги тратить нет смысла. Почему? Я бы не пошла туда. Ну, ты что? Ну, я не знаю. Наталья, здесь копить деньги не так важно. Перед тем, я их могу потратить и купить здесь корову, а потом пойти к себе в здание, сюда. А, у тебя денег не будет? Вот строю здесь. Ну, смотри. Захотела я бы. Давай попробуем так. Ну, давай. Оно в лесу. И, кстати, за каждое здание, если я приду сюда, я буду получать две монеты, что в лесу. И теперь мне надо все остальные свои здания, если еще успею их построить. Буду строить только в лесу. Так, денежки отдал, выполнил. Все, дополняю руку до четырех карт. Конечно, со своей колодой. Ой, спасибо тебе. Одни единички пришли. Плохо? Ладно, будем крутиться. Наталья, ход переходит к тебе. У тебя были хорошие карты? По стрелочкам. Стрелочки показывает туда. Ну, приду вот сюда. Ага. Ну, все. Что на локации нарисовано? Сбросьте черную карту одну. Одну. У тебя есть черная карта? Да, у меня их две. И тогда ты получишь две монеты. Поэтому я сюда и забежала. Почему нет? Второе. Обращаемся к рынку скота. Вот тут уже зависит от количества твоих ковбоев, Наталья. У тебя ковбой только один. Как у тебя было, да. И если у тебя ковбой один, ты сможешь только любую троечку. Смотри, сколько у нас троечек. Четыре карты. Троечек много. Купить за шесть монет. Ну, возьму красную. Или ты отдашь двенадцать, у тебя двенадцать монет нет, чтобы купить четверочку. Вот, четверочка есть на рынке. Возьму красненькую, но хотя бы два победных очка, а не один как. Не вопрос, но это будет себе стоить шесть монет. Коровы так просто не появляются. И идут они сразу в сброс. Да, в сброс. Да. Эта корова будет крутиться в твоей колоде. Шесть монет. Жалко, но придется отдать. Жалко. Так, три, четыре, пять, шесть. Что-то они плохо берутся. Все, в банк. Все, сработало. Стояние, одну карточку. Добираешь дочь, молодец. Я дохожусь здесь. И ты знаешь, пойду по этим стрелочкам, раз, твое здание мне не так интересно, два, и здесь остановлюсь. И здесь или я повышаю сертификат, слушай, в этой игре я сертификат не повышал, и я повышу на единичку. А потом, в зависимости от количества инженеров, передвигаю свой паровозик. Ну, только на одну ячейку. Я желтый. Догоняю тебя. Все так просто. Рука у меня из четырех карт. Ничего не происходит. Ничего не происходит. Блин. Я сюда, конечно, хочу забежать. Но я не смогу купить эти... Ага, жетон опасности? Опасности жетон не смогу купить. И я даже и получу деньги. Зато ты сможешь сбросить с руки две одинаковые карты, чтобы получить четыре монеты. Тебе нужны деньги, Наталья? Ну, нужны. Значит, останавливайся. Ну, как-то. А у тебя шесть монет не хватает. Одной монеты не хватает. Чтобы ты получила вот этот вот жетон. Да, он же мне так нужен. Да. Ты бы отдала семь монет и получила любой жетон опасности, который у нас есть. Или засуха, или затопление, или как это называется. Наводнение. Или камнепад. Да, но у каждого свои еще победные очки. И для квеста тебе нужно. Зато корову купила. И тебе нужно для квеста. Надо было думать. Может, еще успею. Наталья, ну что ж, дополняешь руку до четырех карт, и ход переходит ко мне. А мне теперь уже есть выбор, или бежать по этой дорожке, заглянуть в это здание, или бежать сюда. Да, тут все хочется купить, очень мало денег. Да. Их неоткуда брать. Считать нельзя пустую. Не считается за локацию. Раз. Останавливаюсь. Теперь я могу взять любой вигвам с поля. У нас их всего лишь два штучки. Зачем нужны вигвамы? Ну, во-первых, они нужны для некоторого выполнения квестов. Допустим, тебе нужен один синий вигвам, чтобы выполнить этот квест. Так он же стоит сумасшедших денег. Ну, раз он на минус двоечке, я должен в казну отдать две монеты. А, это еще что? А для моего квеста он не нужен. Значит, я через дробь выиграю вот это действие. Я отдаю две монеты в банк и передвигаю свой паровозик на две ячейки вперед. Эта ячейка не считается, Наталья, потому что тут стоишь раз, могу перейти на пятерочку-два, а могу спуститься вот сюда и посетить станцию. Давай я так и сделаю. Я спускаюсь немножко паровозиком и на станцию заезжаю. И могу теперь улучшить эту станцию. Что такое улучшение станции? Это мы опять будем избавляться от этих таблеточек. Ну, стоимость улучшения стоит две монеты. Вот здесь подсказка. Опять, представляешь, я еще две монеты трачу, чтобы какой-то один из кружочков оказался здесь. Наталья, рассказываю нюансы. Видишь, наши кружочки расположены, наши таблетки на наших индивидуальных полях, расположены вот на белом фоне. Видишь, квадратики белые, а есть уголки черные. Это тоже участвует в механике игры. Если я снимаю таблетку с белого фона, я могу ее расположить на такой же участок и с белым, а есть еще участки и с черным фоном. А вот если я снимаю таблетку с черным фоном, я могу ее положить только на черный фон. Про это надо не забывать. Вот сейчас я могу, допустим, снять только белые таблетки. Я не смогу увеличить скорость передвижения своего пастуха. Я не смогу увеличить количество карт на своей руке, когда я улучшаю станцию. Ну, смогу увеличить количество сертификатов. Ну, наверное, я пойду на это. Улучшу это действие, чтобы получать больше монет. Когда это требуется, я кладу свой жетончик сюда. Я станцию улучшил. Но получить начальника станции... Наталья, смотри, и в конце игры за это улучшение я получу одно победное очко. Какое-никакое, а я уже заработаю на будущее. Ну, чтобы получить вот этот жетон начальника станции, не так просто, я должен был бы потратить одного строителя. Извините, этого строителя я вырезать не смогу, нарисован. Мне надо было бы получить еще этих, он бы еще перешел сюда, а я бы забрал вот этот вот жетон. А вот эти жетоны, они очень крутые. Они могут привести, Наталья, к тебе к победе. Во-первых, они приносят молниеносный какой-то бонус. Я бы получил просто две монеты. А в конце игры за каждого рабочего я бы получил одно победное очко. Рабочие это считаются те, которые будут копиться у нас здесь, вот в этом участке. И даже считаются те рабочие, которые нарисованы. Ты представляешь, какой красный жетон. Ну, извините, у меня нет строителя, которого я могу потратить на эту аферу. На этом, получается, мой ход, как бы, передвижение поездов пока закончилось. Но я то продолжаю выполнять дальше. А дальше эта пиктограмма говорит о том, что я могу выполнить любое дополнительное действие. Они здесь вот, ну, и даже двойное я могу выполнить. Уже проапгрейжено. И мне надо готовиться в Канзас-Сити. Я выбираю, Наталья, это действие. Оно у меня уже проапгрейжено. Я, значит, смогу уже взять две карты с колоды со своей на руку. Раз, два. Ну, и потом, конечно, две сбросить. Слушай, ну, эти единички ко мне валят и валят. И две сбрасываю. Потому что сейчас я плохо перемешал. Ну, как плохо, так получилось. Сразу у тебя хорошая пошла карта. А потом серенькие. Ну, все, до четырех. У меня четыре карты, как было, так и осталось. Все, здесь я выполнил. Ход переходит к вам, Наталья. Уже близко. Вот у вас еще посетить или вот эту локацию по стрелочкам, или сразу перепрыгнуть в Канзас-Сити. Решать. Здесь передвижение паровозика. Посетю. А, почему бы и нет? У тебя два инженера. Это твоя стратегия. Но я не хочу двигаться. Как не хочешь двигаться? Паровозик должен двигаться. А, ну он должен двигаться, потому что я сейчас дам карты. Нет, это ничего плохого. И я тогда заплачу деньги. Конечно. Нет, это бесплатно. Ты передвинешь паровозик, смотря сколько у тебя инженеров. Ну, заехать на станцию я уже не могу. А ты не сможешь, Наталья, потому что станция занята. Ты можешь пропустить это действие? Нет, почему? Буду двигаться. Буду. Ну, черт с ней с этой станции. Еще хватает станции на пути. Да, хватает еще. Значит, ты на два двигаешься, потому что у тебя два инженера. Да. Значит, ты стоишь. Надо использовать. Четыре, пять. Здесь останавливаешься. Следующее действие. Одно из дополнительных действий, даже двойных, одинарных, ты можешь выполнить. А у тебя пока не густо. Тебе или получить одну монету, или поменять карту на руке. Если у тебя... Кстати, ты сейчас в Казахстане идешь. Смотри, у тебя есть одинаковые карты на руках? Лучше от них избавиться. И выбрать это действие. Я думаю, может, лучше монету взять. А вот смотри, считай, что тебе будет выгоднее. Или поводится корова другого цвета, а может, она не попасться. Это синица в руках. Да, она может... Нет, я возьму монету. В небе. Лучше, как говорится... Бывает, вот не хватает этой монеты. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Да? Что там попадется тебе с колодой, неизвестно. Неизвестно. Хорошо, ты дополнительное действие выбрала получить одну монету. Пока у тебя это действие еще не проапгрежено. Все, ты закончила. Руку до четырех пополняешь, и у тебя и так четыре ход переходят ко мне. Где я нахожусь? Я тебя сейчас еще второй раз догоню. Догоняй. С деньгами у меня не очень хорошо. И даже если я получу... А черная карта есть? Две монеты я не купить на рынке. Корову не сможешь купить. Не смогу купить. У меня три монеты. Даже если я становлюсь здесь и получу две монеты, у меня станет пять. А самое дешевое с моим одним бедным ковбоем я смогу купить шесть. Только шесть монет отдать. И она мало победила. Значит, мне посещать вот эту локацию смысла большого, то такого и нет. А пойти к себе в локацию и получить две монеты, потратив... Вот к себе, что я построил здесь. Допустим, раз, два, три. Я здесь остановлюсь, ты представляешь? Я же только на три локации могу ходить. Значит, к себе тоже не иду в гости. Нет. А вот иду раз, два. И здесь останавливаюсь. Вот здесь останавливаюсь. Потому что у меня есть одинаковые две карты. Одинаковые. Единички. Я сбрасываю за это, получаю четыре монеты. Ты выиграешь. Беру пять, одну монету сдачи. И второе действие. За семь монет я смогу получить какой-то опасности жетон. Четыре. Он у меня в квестах... Вот четыре победные очка и вот тут. Конечно, сниму отсюда. Потому что здесь они мешают. Да, снимай, они тебе мешают, к тебе ходить. Ну, Наталья, вот этот жетон-то я получил. Он мне принесет четыре победных отца в конце игры. Ну, я отдам семь монет, ты представляешь? Все деньги, что у меня есть. Деньги в этой игре не так важно их копить. Да, у меня тогда не хватило. В этой игре там каждых пять монет приносит одно победное очко. Я тебя предупреждаю. Только в одном здании. Потом ты скажешь, что я не говорил. Все. И дополняю руку со своей колоды до четырех карт. Ну, что, иду. А у тебя канзас-сисель начинается. Первый этап. Любой, Наталья, выбирай жетон. Или вигвам. Вигвам возьму. Мне он нужен. Может быть, дешеветь. А, почему бы и нет. Ты будешь их дешеветь. Переходишь на второй этап. А тут уже или ковбой, или строители. Выбирай, который появится на нем. Строители есть. Давай ковбой это, да. Не вопрос. Значит, он подвигает вот этот жетончик на свое место. Этот ковбой будет стоить семь монет. Ну, как и этот строитель. На третий этап ты переходишь. Здесь выбора нет. Тут уже по барабану. Инженер вот сюда. На четвертый этап. Показывай, открывай все свои карты. Ну, вот у меня... Считаем племенную ценность. Вот эти разные, а это одинаковые. Одинаковые. Значит, у тебя 4-5. 5. 5 монет. Пока вот их отдельно. Сюда все карты остальные сбрасываются. 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 Здесь так и показано. Ты будешь прибавлять сертификат к своей племенной ценности? У тебя, кстати, два сертификата. А где я остановлюсь на пятерочке? Один добавлю. А пятерочек нет. На шестерке остановлюсь. Один добавлю. Один сертификат добавляешь. Значит, еще одну монету. Еще одну. Доприменная ценность у тебя 6. Вот зачем нужны сертификаты. Ну, теперь ты должна... Переходим на пятый этап. И ты должна отправить своих коров в путешествие. 6. Доприменная ценность 6, значит, для тебя потолок город Колорадо-Спрингс. Я открою монеты. Наталья, открывай. С беленького фона на беленький фон запросто можно. Ты наверх просто кладешь. Ну, рядышком можешь, чтобы было видно, что и ты. Наталья, но твой где поезд? Здесь находится? Да. А сколько перед ним? Одна. Ты одну монету должна заплатить. Один крестик находится. Вот он один и ушел. Ушла мне. Ну, вот как бы так. Все. Все. Отправила своих коров. Деньги забирай. Это твои. Заработаны. Этот человечек переходит назад сюда. С этой стороны будет. Потом мы должны как бы пополнить вот этот рыночек. Пока я буду его пополнять, Наталья, ты бери 4 карты себе на руку со своей колодой. А ты сам пополнишь? Ну, вот я две. Расскажу нюанс. Беру, что у меня остались. Наталья, да, ты не имеешь права перемешивать, пока у тебя не хватает карты на домор. Теперь эту колоду сброса перемешиваешь и добираешь еще оставшиеся две карты. Я специально вот кладу рубашкой вверх, чтобы не перепутать. В мешочках, чтобы у нас были, я не знаю, то, что надо. А потом их переверну и все, сделали, что нужно. Хоть переходит ко мне. Я-то еще до канад сети не добежал. Что у меня? Что я могу еще придумать? А, ну, конечно, я могу еще передвинуть свой кораблик, ой, свой паровоз. Останавливаюсь здесь, спешить не буду. Передвигаю на то количество, сколько у меня инженеров, только на один. Я желтый. А раз тут ты мне мешаешь, Наталья, я вот здесь, на шестерочке. Тебя как бы не существует в пятой локации, я на шестой останавливаюсь. И теперь могу выполнить любое из действий. О! Ха-ха! Ну, конечно, выбираю это. Одно или двойное действие. А, у меня карта неоткуда брать. Значит, я тоже мешаю свою колоду. А у меня в этой колоде уже коровы какие-то есть крутые. Да, я одну синюю корову. Сейчас посмотрим, попадется она мне или нет. Это рандом. Рандом. Так, я беру, выполняя это действие, две коровы. Ужас. Ну-ка, вы не ужас совсем. И должен две сбросить. Ух ты, класс. Я готов к отправке. Ну, подожди, все. До четырех добираю, хоть к тебе приходят. Я размечтался. Я еще до Канзас-Сити не дошел. Слушай, ну я иду сюда, конечно, я не полностью смогу это все отыграть. Но я хочу все-таки строителя купить. Хорошо. Что ты не сможешь отыграть? У тебя нет белой карты. Значит, ты не получишь две манеты. Нет. Это не очень хорошо. Это не хорошо. В этой игре, но раз нужен тебе рабочий, ты имеешь право в следующее действие приобрести любого из рабочих. Какой подешевле мне тут рабочий. Ну, смотря, что тебе нужно. Тебе нужен строитель. Строитель, да. Самый дешевый шесть монет. Шесть. Давай мне его. Убери. Шесть монет в банк. Да. Это рабочий семь монет уже стоит. Пускай будет. Наталья, ну, ты можешь еще купить второго, кого-нибудь рабочего. Ну, у тебя только сколько? Шесть монет осталось, да? Ты уже никакого здесь не купишь. Даже этого. А, этого нельзя покупать. Если находятся рабочие в той горизонтальной полоске, где находится жетон труда, и их нельзя брать. Только вот эти верхние все можно покупать. Ну, вот. Строителя. Ну, все, пополняю руку до четырех. А у тебя и так пополнили. Я тут ничего не отдала. Ну, значит, ход ко мне. А у меня выбор. Все. Казах-сити. И у нас сейчас или засуха, или наводнение появится. Так. Ну, пускай появится здесь засуха один жетон. Переходим второй этап. Какая моя? Мне нужно побольше рабочего. Опять я ничего не хочу. По строителям. У меня такая стратегия, которая, наверное, неисполнима. Ты уже быстрее начнешь ее выполнять. А, значит, этот жетончик смещается сюда. Видишь, как он уже ползет к концу игры. Кстати, здесь есть нюанс. Когда мы вот эту желтенькую стрелочку переползем, у нас пополнится рынок коров. Здесь и здесь. Два раза всего лишь за игру. Третий этап. Ну, здесь уже вообще выбора никакого. Не важно. На четвертый. Показываю. У меня все четыре карты разные. Наталья. Пременную ценность считаем. Два плюс два, шесть и плюс три, девять. Девять. Эти карты идут, конечно, ко мне в сброс. Добавляю. А если у тебя денег не будет? Добавляю один сертификат. У меня десять. Я получаю десять монет. Деньги всегда будут. Смотри. Я получаю десять монет. А, ценность будут. Раз у меня преминая ценность десять, я могу даже вот до Альбукерки доставить своих коров. И я пойду на это. Я пойду на это, потому что здесь в Альбукерке черный контур. Значит, я смогу снять диск с черного контур. Конечно, у тебя первый раз так сложились. И я обалдею, когда снимаю, чтобы обредить свою руку. Теперь я буду по пять карт на руке держать. А это больше коров и больше денег. И вот сюда кладу свою таблеточку. Ну плюс, сколько крестиков то с моего паровоза. Раз, два. Я две монеты все-таки отдам. За доставочку. Ну, это не так много. Я думала больше. И три сдачи. Теперь это деньги мои. А, это уже вот это вот. Ну, потом мой пастух возвращается сюда. Давай по правилам игры я пополню. Предварительно этот рыночек. Единичку. Единичка. На тебе двоечку. Двоечка. И на тебе троечку. Ой. Троечка. Троечка точно. Ну, все переворачиваем. Да, все пока сходится. Вигвам зеленый вышел. Для некоторых квестов и зеленые вигвамы нужны. А у нас только одни синие. И пополняю руку до четырех карт. Каких до четырех? Наталья, уже до пяти. Ха-ха-ха. Раз, два. Три, четыре, пять. Ну, что толку? Ну, что? У тебя хорошие. Зрители пускай увидят. Что? Какие хорошие карты. Только у тебя были все хорошие уже ушли. Вот надо избавляться от этих хороших карт. Надо. Ты знаешь, что. Ну, вот. Пойду. Сюда. А, значит, у тебя есть что-то интересное. Зеленая карта есть, да? Чтобы получить две монеты. Хитрая. Прошу вас. Потом ты желаешь, значит, построить какое-то здание, раз выбираешь. Нет, хочется вот это здание построить. Ну-ка, покажи. Расскажи о нем. Есть смысл мне его строить? Ну, во-первых, у тебя должно быть два строителя. Есть у меня. Есть два строителя. Ты перед этим классно сыграл. В конце игры ты получишь три победных очка за это здание. Плюс ты сможешь забирать жетоны опасности не за семь монет, как здесь, а за пять. Вот чего я и хотела. Раз у меня не получается денег за семь, я построила это здание. И плюс ты потом будешь передвигаться на две локации вперед. И там же выполнять еще действия на ту локацию. И здесь еще есть ладошка черная. Ты можешь мне еще западло сделать. Построить на таком магистрале, где я часто прохожу. Нет. И проходя через эту ладошку, я буду тебе платить две монеты по нашим правилам. Кстати, вот на наших жетонах есть подсказка. За каждую черную две монеты, за каждую зеленую две монеты. Ну, кому в банк, а если на твое здание, я буду платить тебе. А, кстати, при игре втроем и вчетвером есть специальные накладочки. Вот зачем нужны накладки. Сейчас я достану их, Наталья, смотри, расскажу уже зрителям, кто играет втроем и вчетвером. Вот такие специальные накладки, которые меняют правила игры. Вот при игре втроем, допустим, я положил сюда накладку. И тут меняется уже и количество, когда апгрейды как-то по-другому звучат. Ну, конечно. И ладошки. Допустим, при игре втроем за каждую черную ладошку ты только одну монету отдаешь, а за каждую зеленую только две. А при игре в четвером наоборот. За каждую черную две, а за каждую зеленую одну. Вот такие накладочки, но мы играем вдвоем, нам эти накладки не нужны. Ну, вы их найдете в коробочке. Так, что-то я забыл. А, вот твое здание. Наталья, за каждого рабочего ты платишь две монеты. Конечно, я могу тебе тут вот заплатить. А, подожди, у тебя монеты есть? Чтоб ты не прошел. А, у тебя есть? Да. Не, решай, смотри. За каждого рабочего я плачу четыре монеты. Желательно ведь так сделать, чтобы это здание было и впереди, чтобы ты туда могла заглянуть. Ну, мне хотелось бы уже сейчас туда заглянуть, а у меня денег нет. Так, сделай так, чтобы ты заглянул через одно действие, когда у тебя деньги будут. Вот так. О, вот хитрая такая. Правильно. Ты тут получишь деньги, допустим. Потом перейдешь бесплатно сюда. Потом перейдешь еще бесплатно на несколько локаций. И будешь так топать и выполнять свою дорожку. Тут же две серые. Две любые карты, да? У меня как раз есть одинаковые две, поэтому... Теперь дальше. Ну, мне надо проверять, да? За счет заплатить. Нет, ну, тут уже большая. Наталья, пополняю уходы четырех, и ход переходит ко мне. Где я? Я на пороге. Ой. Ты? В Канзас-Сити. Сережка. Сережка стонала у меня. Нет, я опять не куплю ничего. Никакого себе. Ужас. Тоже придется здесь остановиться. Ну, нет у меня белой карты. Значит, вот это действие я не выполняю. Ну, Наталья, ты знаешь, по правилам игры я могу вообще отказаться от этого. Выполнение каких-то действий. Только зачем ты сюда пришел? И выполнить дополнительные действия. Ну, буду покупать себе что-то. Конечно, хотел строителей. И строители, в принципе, вот дешевенькие строители пять, но дешевле уже нет. Вот тут еще. А, минус четыре, минус пять здесь. За пять монет я куплю себе вот по этому правилу одного строителя. Пять монет отдаю. Ну, второго я уже купить не смогу. У меня нет столько денег. Раз, два, три, четыре, пять карт. Я же могу уже пять карт. Все, ходи. Хожу. Ну, иду к себе. Разбрасываю две серые. Ну, да. И получаешь три монетки. Три монеты получаю. Ты по своим зданиям бродишь. Имеешь право передвинуться на одну локацию. Видишь, как красиво получается. Прыгаешь сюда. А теперь выполняешь, это же твоя локация. А здесь я... За ладошки ты не платишь. Карты не добавляешь себе? Нет. Пока ты переходишь пока еще к этапу Б по правилам игры. И опять исполняешь, что тут нарисовано. Ты отдаешь пять монет? Тебе не жалко, чтобы взять жетон опасности? Нет, не жалко. Давай, плати. Я туда специально и пошла. Что ж. Выбирай жетон, пожалуйста. Наводнение, засухи или камнепада. Желательно, где больше победных очков. Что они будут делать лучше? Возьму это. Больше четырех нигде не будет? Даже возьмешь меньше победных очков, чтобы не хуже? Нет, так тут все четыре. А, там четыре. Я поэтому и спрашиваю. Больше четырех нигде нет? Нет, наверное, в игре нету больше четырех. Нет, если бы были тут четверки, а тут двойки, я бы не посмотрела. Наталья, ну смотри, ты теперь до двух локаций можешь переместиться. И там выполнить опять действие Б, пока не пополняя руку. По стрелочкам, конечно. Тебе только вот сюда, идти сюда сразу или сюда. Ну смотри сам. Ты можешь и не выполнять это действие, но я не знаю, толку от этого никакого не будет. Лучше использовать. А здесь ты поднимаешь сертификат или получаешь какой-то квест? Возьму квест. Нет, сертификат. Пока еще квест не буду. Не рисковая ты. Хорошо. А теперь, в зависимости от количества твоих инженеров, ты передвигаешь паровозик. Свой желтенький. Вот, красненький. Меня не считай вообще. Меня не существует. А я же могу здесь остановиться? Можешь. Не обязательно ведь на две локации переместиться. Я хочу здесь остановиться. Ты, значит, спускаешься на станцию железнодорожную. И имеешь право ее улучшить. Наталья, ну это улучшение стоит две монеты. У тебя есть такие деньги? Есть как раз две монеты. Осталось. Платил банк последний. Ой, мне аж дурно стало. Ты как сказал, две монеты. Ну так стремилась сюда. Нет, подожди. Сначала улучшение станции. Ты пока не спеши терять строителя. Ты от диска избавляйся. Ну, от диска только с белым фоном. Потому что здесь белый фон. И с белого фона снимай. Вот эти на черном фоне диски, видишь, с черными уголками ты снять не сможешь. Сюда сниму. Передвижение дополнительное. За деньги. Интересная стратегия. Хорошо. Хорошо. Наталья, а вот теперь ты можешь заполучить вот этот вот жетончик. Если ты потратишь строительный. Что он там делает? Ну, во-первых, у тебя будет бесконечный сертификат, который никогда не будет уменьшаться. Ты всегда, сдавая коров в Канзас-Сити, будешь добавлять себе плюс один к пременной ценности. Всегда. Неплохо. А второй, в конце игры ты получишь за каждых два сертификата три победных очка. Неважно, они сертификаты здесь или они многоразовые. За каждых два сертификата ты получишь три победных очка. Ну, понятно. Круто. Берешь. Тогда теряешь строителя. И строитель сюда переходит. Какой интересный момент. Этот жетон твой. И он, в принципе, сыграет очень хорошо в конце игры. Ты уже знаешь, что тебе надо прокачивать сертификаты. Да. И, в принципе, ты у нас красненькая. Да. Все, пополняешь руку до четырех и ход переходит ко мне. Что мне делать с серыми колодами? Господи, опять эти серые. Я плохо перемешал колоду. Так. Все-таки остановлюсь здесь. Нет у меня зеленой карты. Я пролетаю два. Не получаю. Две монеты. Но зато я могу построить любое здание. Из-за каждого рабочего, который участвует в строительстве, я заплачу две монеты. У меня два строителя. Натали, вот это здание построить. У тебя такое есть. Требуется только один рабочий, значит, я только две монеты плачу. Я получу в конце игры одно победное очко. А куда его поставить? В лес. У тебя же... В лес. Здесь у тебя уже уменьшилось. И вот этот домик считается в лесу. Вот тебе перед тобой поставлю. А, тут нету ладошек. Нету. Ладно, все равно это будет считаться за локацию. Ну да. Ты далеко не убежишь. Хотя бы да. Тебе придется ее считать. Раз, два и ходить дальше. Вроде все. Пополняю ту я ту руку до пяти, а толку с моими картами. Ай. Подожди. Ну я тоже. Я здесь не останавливаюсь. Подожди, Наталья. Ты сначала ходи. А у тебя есть способ очень интересный. Ты можешь пойти через низ. Можешь пойти через вверх. Через меня. У тебя есть выбор. Ну есть выбор. Сначала две монеты получить, а потом это. Запросто. Да? Запросто. По правилам игры не обязательно по порядку выполнять действие. Да. Вот я и говорил про это, а может и не говорил. Тогда я возьму две монеты. Ну как раз вот такой нюанс. Подожди. Выполнишь свое, вот сначала вот это, дополнительное действие. Да, шайбочку. Оно у тебя раскрученное. Раскрученное. Значит ты получаешь две монеты. А теперь ты можешь или иглам взять, или продвинуть паровоз. Вигвам. Вигвам. Вот ты тут понастроила. И я, наверное, не пойду, чтобы тебе платить деньги, а пойду через пустыню. Видишь, Наталья? Раз, два, три. Ну я на три могу ходить. Ну я прошел две ладошки и должен отдать по нашим правилам аж четыре монеты. У меня только одна. По правилам разрешено отдать все, что есть. Это чтобы мне не отдать. Да, лучше в банк, чем тебе. Так мне же ты тоже только одну отдал. До свидания. Ты какой. И теперь я повышаю сертификат на один здесь. Квестов мне не нужно. Из-за каждого инженера передвигаю паровозик на один. Я желтый. Желтый на шестерочке, передвигаю на семерочку. Так, дополнять руку мне бесполезно. А вход переходит к тебе. Ну, сюда не зайду. Я тут не вижу смысла. Раз, два. А вот сюда зайду. Как ты припрыгнул? Откуда-куда? Раз, два. А. Ну, не по твоей же дороге идти. Ну, все. Сбрасывай две одинаковые карты, получишь за это четыре монеты. Вот две серые, они мне много не принесут. А я четыре монеты получу. Ну, как бы пять, да? Можешь пять. Однозначно. И второе за семь можешь купить любой жетон опасности, который в конце игры принесет победа. Нет, я буду на своем покупать там за пять монет. У тебя денег нет? У меня и нет денег. Я только так. А мне не хватает, Наталья, и с моими картами. Здесь я больше получила, чем получила. Сбрасываю две любые карты. Ну, иду на свою локацию, конечно. Две вот этих единички, чтобы получить три монеты. Пока так. И могу передвинуть на одну локацию вперед и выполнить там любое действие. Ну, что там? Чёрную карту сбрасывал, чтобы получить ещё две монеты. Пять. Это меня никак не спасает. Минимальная сумма шесть монет, чтобы закупить коровку. Ах, как жалко. Я могу закупить корову. И на этом... Ну, зато я до пяти пополняю руку. Да, может, у тебя что-то... Слушай, у меня такое ощущение, что... Серые все сыгры. Игра издевается надо мной. А что там? У меня валит одинаковость в руках. Такого и никогда не было. Ну, ты плохо потасовала, наверное. Вот сейчас буду хорошо тусывать, когда дойдёт черёд. Или наоборот, тусываешь хорошо. Наталья, тем не менее, ходишь ты. Ты находишься здесь. Ой, ты знаешь что? Ты можешь с судой, а можешь по мосту пройти. Да. А можешь через брод. Наверное, зайду сюда. Какой разницы нет. Не спешишь ты в Казах-Сити. За каждого инженера передвигать туда паровозик. У тебя два инженера, ты красная. Ой. А я... Подожди, Сергей. Я что дала, должна руку пополнить, да? Ну, я же тебе сказал в прошлый раз. Ты сказала, да, я пополнил. Ты так сказала мне. О-о-о-о-о-о-о-о-о. В начале твоего ухода у тебя с твоей раскладочкой у тебя должно быть четыре карты на руке. Это я уже сижу и делаю. Ну, так а зачем тебе карты? Подожди, тут про паровозики дела. Нет, нет, да, тут про паровозики. Ты передвигаешься или нет? Передвигаюсь. У меня два инженера. Так, значит, так получается, ты на восьмёрку, потом на девятку. А потом выполняешь дополнительные действия, и даже крутой можешь выполнить, который у тебя двойной уже проапгрейджен. А может, одинарная. Деньги возьму. Ну, конечно. Как ты от денег откажешься? Значит, ты выполняешь вот это действие. Ну, а что у меня? Оно у тебя уже двойное, значит, ты не одно, а две монеты. Передвигаться за одну монету не вижу. У тебя четыре карты на руке, я уже вижу. Ход переходит ко мне. Раз, два, три, четыре, пять монет. Наталья, и пойду через камнепад. Ну, чтобы попасть сюда, только через камнепад. Я расскажу, как действуют вот эти дополнительные нарисованные действия на карте. Ну, ладно. Раз, два, три. Ну, три у меня потолок. У меня ещё ходьба не проапгрейджена. Теперь я могу выполнить, ну, что нарисовано. За каждое здание, которое находится в лесу мою, я получу две монеты. Хорошо. Его выполняю. У меня это здание в лесу, оно само считается. И вот это здание в лесу. Четыре монеты. Ну, беру пять, одну сдачу. Теперь, видишь, вот это вот действие, которое прикручено, оно тоже у меня сработает. А ты сначала бонусы получаешь, а за это не платишь? А, стоп. Я же должен был заплатить четыре монеты. Ну, у меня было четыре. Или там четыре монеты. Было, было. Точно, я же прошёл через камнепад. А когда через ладошки проходишь, я плачу. Поэтому надо не забывать. Молодец, Наталья. У нас по две монеты. Что, ну, тут ладошка есть, но у себя-то я не плачу. Да, и вот это действие. Я сброшу корову с номиналом один, серенькую. И за это я повышу свой сертификат на один и получу ещё плюс две монеты. Наталья, ну, ты понимаешь, есть такие вот труднодоступные места, но они все добавлены какие-то дополнительные действия. Себе как бы в голову может не прийти строить здесь дома. Потому что они как бы ответвляются от основного пути. Но они сдобрены дополнительными какими-то действиями. Может, кто-нибудь и захочет. Видишь, я там вот что-то вот хоть семь что-то. А было, наверное, у меня меньше, когда я начал на своё путешествие. Добираю, я-то добираю до пяти карт. И тем более я избавился ещё от единички. Понимаешь, что это не очень хорошо было. Ну, вот так уже как бы не так грустно совсем, как у меня могло бы быть. Раз, два, три, четыре, пять карт. Ход переходит к тебе. Ты на пороге Казахстита. Но у меня выхода нет. Вот выбираем, что появится. Или вегвам, или наводнение. Давай вегвам зелёненький. Значит, он дальше идёт сюда. Этот остаётся на второй этап. Или ковбой, или строитель появится на рынке. Два и строителя. Давай. А раз он толкает этот жетон, он перемещается. И ты на третий этап. Ну, инженеры. Ну, тут понятно. Да, что-то у нас одни инженеры. На четвёртый этап. Показывай с руки какие карты. Ну, вот эти разные, это дополнительные. Какое-то оно целое. Чёрненькое. Значит, у тебя пять, шесть, семь. Семь. Семь племенной ценностью. Ты сдаёшь сертификаты, будешь добавлять? Одна у меня. Постоянная. Постоянная. Сертификат, который даёт значок начальника станции. Значит, у тебя сто процентов восемь. Восемь. Но у тебя есть ещё и такие вот сертификаты. Ну, я не знаю, посмотрю, куда я приеду. Ты посчитай, если у тебя восемь, добавить десять до арбукерки. А если я здесь вот на восьми ешь? Меньше можно. Получу что-то же, да? Меньше можно доставлять. Если у тебя здесь красненькие твои жетончики и здесь, ты получишь то, что в промежутке нарисовано. Да, давай восемь, не буду добавлять. Ну, хорошо. Сертификат тратить не будешь? Не буду. Значит, ты доставляешь в Санта-Фе. Восьморочку. Ну, понимаешь, в Санта-Фе можно только бельники открыть. Только бельники. А в Вольвокерке ты бы смогла снять и чёрники. Ну, ладно. Пока так. Твое желание такое. И в твой паровозе красный, да? Он даже обгоняет этот город, значит, ты сто процентов ничего не доплачиваешь. Ничего не доплачиваешь. За доставку. Вот. Ты выполнила как бы пятый этап. Ну, всё. Ты возвращаешься сюда. Начало. Потом... Это деньги мои. Ну, твоё. Сейчас пополним рыночек. Предварительно вот этот. Доповляю. Раз, два. Я представляю. Тричите, что тут за карты будут хорошие все вышли. Ну, вот так вот. Быстрее прогоняй колоду свою. Избавляйся от плохих хар. А это позволяет сделать вот это вот действие нижнее. А у нас оно ещё ни у кого не открыто. Строитель, ковбой и зелёный вигма. Ход переходит ко мне. Строители такие дорогие. А я спешить не буду. Я тихонечко перебегу в это здание. Да, если я тоже не спешу. Сбросить две одинаковые. Не спешу. Рискну. Две одинаковые сбрасываю, чтобы получить четыре монеты. Получаю пять одну сдачу. Так ты крутые сбросил. И плюс за семь монет я смогу получить какой-то себе опасность. Вот четвёрку снимаю отсюда. Правильно, я там бегаю. А семь у меня есть? Есть. Я десять отдаю. О, десять отдаю. Три сдачи монетки. Ну-ка снимаю. Это жетон опасности. Да. Теперь мне надо какой-нибудь квест подсобирать. Квест получить вот этот интересный квест. Мне пойдёт. У меня куча неиспользованных опасностей. Всё, добираю руку. Ну, я-то до пяти карт. А, у меня колода закончилась. О, самое интересное. Вот как сейчас намешаю? Так вот, и проиграю, или выиграю игру. Да ладно. Сейчас как придут коровы с номиналом один. Тут, конечно. И мне хана. А могут прийти коровки, которые я купил на рынке. Как ты говоришь, рундом, рундом. Нет, как вот, если бы я был шулером, я бы уже подмешался. Так, сколько у меня карты в руке? Три. Четыре. Застрелиться. А тут в правилах нет, чтобы за одинаковую корову давали что-нибудь? Нет. Идём, давай сюда. Ну что, мой ход. Ходи. Пойду. Сюда. Интересно, ты опять за рабочими идёшь. Есть белая карта уже. А на рынке у нас багато разных рабочих. Да. Ну сначала да, ты сбрасываешь белоканту две монеты. Хочу денег набрать. И может что-то подкуплю. Ну, куплю строителя. Раз я пошла в постройку зданий. На рынке за семёрочку, за семь монет. Семь, да, много. А здесь? Семь. Всё равно семь. Не важно откуда-то. Возьмешь. Кстати, у нас, наверное, уже пол игры сыграно, да? Да. Забираем. А ещё одного у меня хватит? Да, просто ещё одно действие. Ну, плюс две. Он будет строить строитель не семь, а... Девять. Девять. Ну, давай ещё одного. Именно строитель тебе нужен? Всё, нифига себе, интересно. Ну, вот решила так пойти, как ты и говорила. В коровы я уже ходила. Нет, строитель должен был пойти я. Пополняя руку до четырёх карт, и ход приходит ко мне. С моей раскладочкой одинаковых коров. Мне придётся притормозить и на этом здании. Наталья, всё-таки количество инженеров у меня один, значит, я свой передвигаю. Мне спуститься вниз? Не, не пойду вниз. Сюда. Хочешь меня догнать? Да. Не пойду на станцию. Хотя я мог сюда завернуть. Во-первых, здесь уже нет жетона. Мне уже не так интересно. Ладно. И второе, я могу выполнить какое-то действие дополнительное. Ну, конечно, вот это, когда меняются карты. А у меня это действие проапгрейджено, значит, я уже две карты беру на руку. И могу две сбросить. Да, ну тут уже не так важно, конечно. Зелёное. А вот две зелёные я не могу сбросить? Более-менее я выкрутился, не так страшно. Где мы получаем денежки? Мы только по одной карте можем сбрасывать, да? По одной карте можем сбрасывать. А только по одной, конечно. Жалко. Ты не можешь там четыре сбросить зелёные и получить восемь монет. Ни в коем случае. Всё. Наталья, пополнять мне руку нечем. Это твой ход. Вот так, как хочется. Я вот так пойду. Раз, два, три. Запросто. Нижнее действие. Ты платишь пять монет и сможешь получить жетон опасности. Нету. Нету денежек. Второе. Ты можешь передвинуться ещё на два. Да. Вперёд. И там выполнить, что там творится. Ну, не обязательно. До двух. Да, да. Повышаю сертификат. Уже до трёх. Да. И продвижение. И продвижение два. Два инженера. Два, да. Останавливаю здесь. Спускаешься на станцию. Спускаешься на станцию. Ну, тогда плати четыре монеты, чтобы её улучшить. Нету. Ну, тогда ты просто так спустилась, Наталья. Просто спустилась и встаю, да? Нет, ну, тогда смысла нет. А в следующий раз? Хотя ты можешь и назад. Куча действий, которые позволяют назад паровозик это двигать. Я не знаю, как тебе лучше. Я же не знаю твоих планов. Ну, я в следующий раз могу же здесь. Если у тебя там не будет, конечно. Но тебе придётся вернуться назад. Только когда ты останавливаешься на этой станции, ты сразу должна принять решение. Улучшать её или нет. А можно мне тогда переиграть? Ну, можно. Как переиграть? Значит, ты не двигаешь паровозик. Нет, на два не двигаю. Ты можешь не спускаться сюда, а передвинуться сюда, допустим. Зачем тебе спускаться? Почему? Раз, два, на одиннадцать. Всё, дополняю руку до четырёх и ход ко мне переходит. У меня четыре. Я бросил свои карты. Как-то не так, как я хотела. Всё, оконзасите. Как я хотела. Первый этап. Первый этап. Допустим, появится ещё один вигвам. Хорошо. Второй этап. Ну, тут нет выбора только ковбой. Он толкает этот жетончик. О! Жетончик пересёк жёлтенькую стрелочку. Сейчас я расскажу, что будет твориться. Пока я на втором этапе затормозился. Пополняется рынок. До семи карт. У нас два игрока. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, ещё две карты. Ну, допустим, троечка вышла. К троечкам. Ещё одна. Не очень, да? Ну, хорошая. Как это? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, как не? Хорошая? Хорошая. Смотри, Наталья. Вот, допустим, у одного и того же цвета, кстати, могут быть разные победные очки. За этим надо следить. Дальше. Пополнили рынок. Третий этап. Строитель. Ну, что ты всех позабирала. Вдруг мне пригодится. Четвёртый этап. Показываю, какие коровы у меня будут участвовать в продаже. Так, это серый цвет, белый цвет, чёрный и зелёный. В этот, к сожалению, не участвует. Сразу его взброс. И получается племенная ценность. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нормально. Тоже взброс. Что у меня? Семь. Восемь. Если я сертификаты добавил, мне это ничего не даст. Ну, чего, можешь занять ещё тут. Семь. У меня семь, да? Семь. Восемь. Да, восемь трачу всё-таки. Один получаю. Восемь монет. Ты правильно говоришь, что я могу в Санта-Фе. И тут ты тогда, и тут сможешь получить. И тут бонус. И этот бонус сможешь получить, если ты тут. Слушай, а у тебя два этих промежуточных, ты же получала один такой-то тоже, да? Ты должна была получить один себе сертификат, а квест дополнительный. Не получила. Ну, прозевала. Ну, он же всё равно в колоде идёт. Вот взброс. Да. Вот это дополнительный квест. Открывается новая. Да, мы не открывали. В своей колоде надо иметь три коровы. Племяную ценностью три. Надо не забывать вот про это правило, когда срабатывает. Ну, вот видишь столько нюансов, что немножко забыли. Видишь, в соседних городах, когда твои таблеточки появляются, промежуточный бонус срабатывает. Давайте здесь переместимся. Ну, что, с племенной ценностью восемь. Ну, конечно, в Санта-Фе. Ну, куда ж ещё. А там белые, значит, с белого могу. Ну, давай попробуем вот это, чтобы избавляться от ненужных карт, от этих единичек проклятых. Попробую раскручивать это действие. Почему нет? Ну, я смогу паровоз передвигать назад и избавляться от каких-то там... Так, мой жёлтый тоже, смотри. Он тут стоит тебе и платить не надо ничего. Да. И смотри, у меня, когда этот строй жёлтый, я ж наверху, подожди, наверху уже. И у меня срабатывает и этот участок, и этот. Я два квеста могу взять. По желанию. Этот, может, возьми кресты в корову, где бы как пошёл. Всё, а то вот это вот построить в Сан-Франциско... Может, не получится. Не знаю. Хотя, ты так идёшь, неплохо. Ну, они будут в колоде шебуршать. Ладно, пока один, не буду наглеть. Посмотрим, что выйдет, может, ещё потом. О, неплохой вышел. Перехожу сюда. Пополняется рыночек. Предварительная вот эта вот. Троечка. Руку пополняю. Раз, два, три, четыре, пять. У меня же пять карт на руке. Счастливые. Они у меня все одинаковые, всегда приходят. А мне надо денег подсобирать. И сейчас ход переходит к тебе, да, Наталья? Да. Ну, я думаю, Наталья, мы с тобой второй частик тоже уже проиграли. Давай попрощаемся с нашими зрителями, наверное, до 30. Где следующий? Да.